Тема долевого строительства в настоящее время становится все более актуальной. Став дольщиком, человек значительно снижает стоимость приобретенных квадратных метров. Но стоит учитывать и возможные проблемы, из-за которых многие заключившие договор долевого строительства по многу лет ждут его окончания и так и не становятся новоселами. Вот небольшая инструкция, как следует вести себя, чтобы не стать обманутым дольщиком. Первое, что должен сделать каждый, кто хочет выступить дольщиком, это хорошо изучить закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Далее необходимо тщательно подойти к выбору компаний-застройщика. О каждой из них в интернете достаточно информации и отзывов. Посмотрите, в каких городах и регионах они работали, как отзываются о них люди. Выбрав компанию, обратите внимание, что необходимо заключить договор именно об участии в долевом строительстве, а не иные, позволяющие недобросовестным строителям обходить закон. Правомочной будет и ваша просьба убедиться в том, что компания имеет право восстанавливающие документы на землю, имеет разрешение на строительство многоквартирного дома и проектная декларация должным образом опубликована или размещена в сети интернет. Обратите внимание, что договор долевого строительства вступает в законную силу после его государственной регистрации. Кроме того, согласно новым поправкам в законе долевого строительства, застройщик обязан отчислять 1% о стоимости договора в фонд долевого строительства. Если строительная компания сама не может закончить строительство, средства на достройку перечисляются с данного фонда. Однако нововведение коснется только тех застройщиков, которые начинают новые объекты после 1 января 2018 года и перечисляют денежные средства в данный фонд. Будьте внимательны и осторожны, а в случае сомнений обратитесь за помощью к специалистам и не оставляйте вопрос без ответа. Он может стоить вам очень дорого. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».